Итак, коллеги, добрый день. Сегодня мы поговорим о том, что Сергей уже презентовал минут 20 назад, о динамических блоках в сайтах 24. Вообще, что это такое, зачем это нужно. Ну, давайте начнем. Вообще, о чем мы поговорим? Вспомним, как это было, что мы выпустили, как это все происходило. Собственно, о новинке поговорим, о динамике и создании с нуля шаблона для бус, для сайта 24 в бусе. Зачем это нужно? Олег, тут суфлер не работает. Немножко в прошлое возвращаемся и поговорим об идеологии сайтов. Вообще, когда этот продукт задумывался, мы решили немножко отойти от, так скажем, плохой концепции бус, что когда это очень все монструозно, много всего напичкано, много всего нужно делать, привлекать разработчиков, что запуск сайта это всегда полгода, в крайнем случае 4 месяца. И мы решили немножко переосмыслить все это и сказать, давайте во главу угла будем ставить не разработку сайта, а сам сайт, саму идею. То есть нужен сайт, нужно продавать, давайте это сразу делать, не будут монструозные разработки. И мы старались этому придерживаться во всем, чтобы разработчику было просто в идеале вообще убрать вот этот опытного разработчика из этого процесса, оставить именно верстку, чуть ли не фронт-энд. Ну, сейчас дальше поймете, о чем я говорю. То есть тут не то, чтобы оставить без работы профессиональных ребят, а о том, чтобы эти профессиональные ребята занимались более профессиональными вещами. Надеюсь, у нас это получилось. Немножко по истории. Это осенью 2017 года мы запустились, собственно, как простенькие сайтики, посадочные страницы. Весна-лето 2018 первый заход на динамику, то есть мы сделали магазины на наших сайтах, чтобы каждый в облаке, так сказать, портал мог обзавестись своим магазином. То есть у них есть какой-то бизнес, у них есть там какие-то одностраничники, возможно, кто-то где-то подторговывает в Инстаграме. Мы решили дать им такую возможность, допускать свои сайты. И, в принципе, текущее время, это мы решили пересмотреть еще больше подход, сделать так называемые наши обычные посадочные странички более динамическими. То есть, например, публиковать новости, люди хотят, какие-то статейки, кто-то хочет вообще блок ввести. Фичер у нас на портале есть, там 100 обращений или 50-100 обращений клиентов, но в наших масштабах, то есть не каждый же пишет, если клиенту что-то надо, он сразу нам идет писать. Нет, это, как правило, умножается на какой-то коэффициент. То есть, если это перемножать на наши коэффициенты, то это очень большое число получается людям, которым нужна динамика. И мы решили ее сделать. Кратенький экскурс в то, что такое вообще сайты 24 и блоки. Это просто верстка. По сути, принцип, что вижу, то и получаю. То есть, берем верстку, ничего, никакие компоненты, ничего не переодеваем, просто вставляем, нарезаем блоки, вставляем страничку и наполняем контентом. По сути, с этим работаем и в этой простоте и кроется залог успеха. То есть, сверстали, сразу запустили сайт. По сути, все. Сопровождаем каждый блочок манифестом. У меня сейчас картиночка по прошлому, потому что, если мы будем подробно говорить, это не один доклад. То есть, просто чтобы вы понимали, о чем речь. А потом уже перейдем к текущему. Итак, каждый блочок сопровождается манифестом. Мол, такие-то ноды являются строкой, такие-то ноды являются картинкой, такие-то ноды ссылкой. По сути, все. Чтобы наш интерфейс, в который потом все превращается, знал о том, как с этим работать, какие поля являются ссылочкой, какие текстом, какие картинкой, и чтобы интерфейс мог это редактировать. То есть, по сути, такое простенькое сопоставление, с чем может справиться действительно даже фронтенчик, перестальщик, то есть не сильно опытный человек. Еще раз о целях, что мы преследовали. Просто разработать, просто наполнять, и при всем при этом это оптимизировано, кросс-браузано, кросс-партфолменно и так далее. Первый подход к динамике. Когда мы это все запустили, и все это у нас работало, мы подумали, давайте попробуем запустить банально тот же каталог, тот же оформление заказа. Ну и сказано, сделано, все решилось просто. Мы взяли и вставили в наши блочки информации HTML старые добрые компоненты буса. Убрав под капот все монструозные их настройки. То есть, если вы знакомы с бус, вы знаете, что там компонент каталога кроет в себе там кучу всяких настроек, которыми он оброс за всю историю своего существования. То есть, как это происходило? Приходил клиент, приходил второй клиент, просили какую-то фичу, мы добавляли ее. Ну вот, есть настроечка, теперь можете сами все настраивать. И со временем их стало очень много. И клиенты банально путались. То есть, уже доходило до такого ужаса, что чтобы настроить каталог, нанимали разработчика, опять же, тоже опытного, ну, либо отнимали время у своего разработчика, потому что сами не могли банально справиться. Что мы сделали? Мы в нашей новой идеологии просто скрыли под капотом основные настройки наших динамических компонентов, оставив для конкретных кейсов, например, на данном магазине, мы захотели оставить возможность только изменять кнопки покупки, кнопки добавления в корзину и так далее. Все остальное скрыли под капотом, потому что клиенту банально это не нужно. То есть, мы придерживались своей идеологии простоты. Сопоставление каждому блоку, компоненту, манифестик, что, мол, какие поля вообще можно трогать, какие можно настраивать, причем на уровне ядра это в том числе контролируется. То есть, если особо умный редактор найдется, который захочет, например, изменить логику компонента, передав ему другие параметры, то манифест ему это сделать не даст. То есть, опять же, тут тоже прослеживается идеология простоты. И малоопытный специалист, там новичок, например, только учится, он сопоставил манифест, и система со всем этим работает, ему не нужно знать, как это вообще крутится, вертится. И все это проксируется в интерфейсик, где уже редактор-человек может это все настраивать. Все отлично. И вроде бы все работает, все можно так и оставить, но мы столкнулись с проблемой, что банально в списке товаров нельзя, например, изменить цвет кнопки, нельзя увеличить отступ между товарами, нельзя, например, первый товар сделать красным, второй зеленым и так далее. То есть куча таких проблем, которые в принципе решить можно, но с определенной долей неудобств. И мы начали думать, какие есть еще варианты. Думали-думали и, наконец, придумали. А давайте просто возьмем верстку любого блока, это, например, список товаров, карточка или что-то еще, и скажем, что ты теперь будешь наполняться не человеком-редактором, а автоматически подтягиваться с инфоблока товаров. Но у нас все для этого есть. То есть есть динамический источник, мы знаем точное сопоставление, что является строкой, что является картинкой, и мы знаем, куда это нужно распихать, грубо говоря, по блоку. Давайте повторим ролик, который презентации показывали. Картинечко вдруг кто-то пропустил. То есть идея в том, что мы берем совершенно любую страничку, уже существующую, либо создать новую можно, так же, как и про сайт, либо уже существующий, либо создать новый. Добавляем какой-то блок. В данном случае это будет список новостей. И просто мы говорим, что ты теперь блочок будешь у нас динамическим. Выбираем источник. Сейчас у нас два типа источника. Это товарный каталог и живая лента. Живая лента – это простейший список. Название, картинка и текст. То есть подходит для каких-то статей, новостей и так далее. Мы сейчас подробно еще остановимся на этих сопоставлениях. Это скорее идея, ну как это выглядит для клиента. Сейчас тут также показывают, что если мы зайдем в соответствующую группу, связку, от которой мы наладили, добавим, например, там какой-то элемент, то это у нас сразу отобразится на сайте. Ну, по сути, все. Динамика сделала свое дело, добавили элемент, он сразу появился. Причем, если мы сейчас зайдем и отключим этот настройку динамического блока, то блок останется сам по себе, что он каким и был. То есть он просто прекратит быть динамическим. Прекрасно. Собственно, что нам нужно, чтобы это все заработало? Ну, на самом деле ничего. То есть совершенно любой блок, там ваш блок, либо партнерский блок, либо уже наш, существующий, либо измененный вами, могут быть динамическими. То есть данная галочка будет у каждого блока. Немножко подробнее объясню идею. То есть в чем идея? Грубо говоря, можно разделить любые наши блоки на два таких грубых типа. Это списочная динамика и детальная динамика. Подробнее поясню. Списочная динамика – это вот то, что вы видели на ролике. Например, список новостей, список статей и так далее. То есть это нечто, которое порождает, ну, так сказать, скопище-сборище элементов, при клике на каждый из которых мы переходим в детальную страничку. Детальная страничка содержит в себе так называемую детальную динамику. То есть одна страничка содержит кучу блоков и каждый из этих блочков запитывается от определенного источника. То есть он получает данные об определенном элементе. Например, заголовок. Блок заголовок получает заголовок из названия элемента, потом блок с картинками получает из свойства картинок и так далее. Блок фичи, например, из списочного свойства этого же товара. Какие-то блоки могут оставаться html-блоками и причем присутствуют такие же списочные, списочная динамика может присутствовать. То есть, например, список товаров смотрите так же. То есть вы сможете скомпоновать лендинг-страницу посадочную для любого своего товара. Причем у этих товаров может, в принципе, отсутствовать списочная страница. То есть, например, вы сделали ряд ссылок на свои товары и сделали посадочные страницы, распространяя их, например, в рекламе. То есть это все достигается. Ну, это я уже говорил. Повторюсь, что вы можете клонировать блоки, изменять, дополнять. Причем, я надеюсь, очень скоро мы сделаем там по-настоящему магию. Вы сможете взять, например, список новостей, добавить туда визуально какую-то кнопочку и это станет списком товаров. Причем их можно будет сделать, чтобы они участвовали в процессе покупки. То есть если есть цена у элемента, его можно будет купить. Это все автоматически подтянется. Бонусом мы получили то, ради чего все затевалось, это дизайн. То есть любую динамику мы теперь можем украсить, как душе угодно. То есть фон красненький, там заголовки зеленые и так далее. Так, это я все уже озвучил. Какие вообще источники есть и как добавить свой новый. На данный момент стандартно будут поддерживаться живая лента и торговый каталог в CRM. Это, по сути, первое для новостей и статей, второе для товарных позиций. Также в ближайшем будущем ожидается появление универсальных списков для Bitrix24 и хранилища REST-приложений. Разработчики знают, что по сути это все одно и то же, это инфоблоки. Просто в несколько другом ракурсе. Немножечко пробежимся, как добавить свой источник. К сожалению, в облаке пока такой возможности нет и мы не можем это гарантировать, но будем думать, как такую дать возможность. В коробке же вы что хотите, то и творите. Мы сейчас увидим, как это можно сделать. Итак, еще раз скриншот того, что было показано на видео, что такое вообще выбор источника и его настройка. Мы выбираем какой-то источник, это в данном случае либо товарный каталог, либо живая лента, и производим сопоставление. Например, в сайте 24 ничего же не знают о том, что это вообще за источник. Это мы привыкли понимать, что там в инфоблоке поле Names несет в себе заголовок, поле Preview Picture несет себе картинку и так далее. Но чтобы сопоставить это с блоком, то есть какие у него ноды есть, в данном случае у него есть картинка, заголовок и текст, мы сопоставляем, что такие данные ты берешь отсюда, такие-то данные отсюда. Но, естественно, в зависимости от количества элементов в блоке нод будет больше или меньше этот список. Все это автоматически подтягивается согласно его манифесту. Регистрируем обработчик. Обработчик — это на определенные события ваш метод, вашего модуля, вашего класса. Тут все просто, это все стандартно. Обработчик такой должен вернуть, по сути, отбросив, если отбрасывать все лишнее, он должен вернуть список. Каждый список — это есть источник. Например, вы регистрируете, например, инфоблоки, и каждый элемент списка — это собственный инфоблок по определенным каким-то параметрам. Ну, например, в случае товарных каталогов там могут выводиться только инфоблоки, которые обладают опцией, что не являются товарным каталогом. Давайте рассмотрим подробнее одно из значений такого возвращаемого списка. То есть в частном случае каждый обработчик может возвращать всего лишь один элемент. Вы можете, например, вернуть список форумов, список TM-форума, где столько элементов будет, сколько будет форумов, либо тем. Пробежимся по непонятным ключам. Это у каждого возвращаемого значения, собственно, ключ settings. Тут, забегая вперед, когда мы выбираем источник, мы должны отфильтровать, собственно, что из этого источника мы будем выбирать. Так вот, когда этот слайдер открывается, мы потом еще увидим, там появляется некий компонент, собственно, который является проводником вот этих данных для доп-фильтрации. То есть, по сути, открываемый слайдер просто показывает на усмотрение разработчика вывод тех данных, которые будут поступать в этот блок. По сути, вот в этом ключе settings выводится название компонента, его шаблон и список параметров, которые выведутся в этом слайдере. Дополнительный контролирующий, так сказать, ключ source filter, который будет контролировать на уровне вашего обработчика, что, как эти данные фильтровать. Ну, например, вы не можете давать доступ к любым инфоблокам, а только которые ограничиваете вы сверху. В большинстве случаев, чтобы не заморачиваться, в принципе, этот ключ может быть пустым. Ключевой ключ data settings это, собственно, разлинковка той самой карты, какой элемент возвращаемых данных сопоставляется с, собственно, с блоком, с нодами блок. Сейчас мы еще на скриншотах посмотрим, как это выглядит. Все предыдущие, собственно, куски кода были для настройки интерфейса, чтобы это можно было выбрать и редактору сохранить. Когда это все настроено и все это работает, в случае вывода блока на экран система обращается к вашему методу. В данном случае метод должен называться get-limitless data. Это не имеет смысла сейчас запоминать. Это, в принципе, все есть в документации. Главное, чтобы вы знали, что это такая возможность есть. И метод должен вернуть по заданному фильтру, который настроил редактор, по заданному сортировке и количеству вернуть какой-то поток данных. Сайты со своей стороны уже имеют это сопоставление этой карту референсов, уже может сказать, что куда будет улетать и таким образом сформировать облик и данные блока. То же самое все для одного элемента, весь принцип тот же, просто мы дополнительно передаем еще ID-шник. И если взглянуть на скриншоты еще раз, это, собственно, тот самый data-send fields, это карта ссылок, какое поле, в какое место улетает и сортировка. Тот самый компонент, который открывается в слайдере со своим шаблоном, со своими параметрами. По сути, это технически все. В планах у нас только еще ввести не только источники, то есть что выводим, но и формы. То есть мы сможем взять любую совершенно HTML-форму, сказать, что у нее какие-то поля улетают, заголовок лидов, какие-то поля, например, какие-то поля, леда, и все это будет работать. То есть некое отступление такое лайтовое от наших серебных форм. Так. Остаток презентации. На самом деле, если у меня останется время, сколько успею, хотел бы пробежаться еще по созданию своего шаблона сайтов 24 в случае бус. В случае облака пока такой возможности нет, появится ли нет, пока обещать не могу, но как это сделать в коробке? То есть в чем идея? В чем это отличается, по сути, от создания всех привычных нам шаблонов для сайтов? Идеологическое отличие как раз, опять же, в простоте. То есть мы берем, по сути, верстку, нарезаем ее определенным образом и все это начинает работать. То есть нет привлечения разработчиков, нет привлечения сложных ресурсов и выделения большого количества времени. То есть по сути, можно запустить после того, как верстка готова, ну, там, за считанные дни, чтобы это уже превратилось в сайт. То есть сайт это не будет, конечно, монструозный какой-то гипермаркет с кучей сервисов и прочего. То есть по сути, это и с пушки по воробьям, но это даст возможность скорее запустить что-то быстрое для того, чтобы ваш отдел маркетинга либо SEO-шники могли поэкспериментировать с какой-то функцией и, возможно, из этой мелочи потом уже будет вырастать какой-то крупный сайт. На самом деле это уже месяца три, как возможность такая у вас есть. Я скорее вам о ней расскажу, кому-то напомню. Более подробно все освещено в документации. Так, это я уже все озвучил. Зачем это, собственно, нам всем надо. Итак, на самом деле, прежде чем вообще что-то рассказывать, я попытался взять самый простой шаблон, который удовлетворял вот этим трем важным условиям и попробовал его внедрить. На самом деле у меня получилось. Были, конечно, кое-какие нюансы, я понял, что не все может получиться, выпустили кое-какие корректировки. На данный момент все, что обладает данными характеристиками, в принципе, из этого можно сделать шаблон для сайтиков 24. Тут все просто. Это bootstrap 4. Блочность в том ее понимании, что это не просто div слева, div справа, а именно такой тип верстки, как это блоки. Блоки верстки стоят друг на дружке. То есть в данном случае прям то, что вижу, то и есть. И без ID-селекторов. Это значит, что каждый блок, он может быть находиться на одной странице как несколько раз, так и присутствовать на другой странице. То есть вот этой связки по ID-шниме быть не должно. Создаем шаблон в рамках привычного для битрикса, то есть это папочка в templates и прописываем в настройках сайта 24 уже, что для данного сайта отдельного, ну мы создаем же отдельный сайтик, он будет работать под новым шаблоном. Далее просто берем, копируем из оригинального источника templates landing 24. Это шаблон, который поставляется всегда и обновляется системой, то есть в него лезть нельзя, хотя можно его кастомизировать. О кастомизации также рассказано в документации. И просто берем и в лоб копируем несколько файликов. По сути, так как вы создаете новый шаблон, то логично их будет как-то изменить, то есть добавить, например, какие-то стили, возможно, какие-то моменты откорректировать. Единственное отличие, шаблон на выходе должен быть абсолютно пустым. То есть это не старый, добрый, привычный на бусовский шаблон, где у нас еще есть шапка, есть еще подвал, возможно, какие-то еще теги. То есть, по сути, визуально это пустой шаблон. Естественно, в коде, если мы заглянем, то там будут какие-то ограничивающие теги body, main и так далее. Но, повторюсь, если вы просто берете и копируете согласно этому списку, то, по сути, у вас уже есть рабочий шаблон, ассеты, стили, скрипты и все будет работать. Есть нюансик, если вы это делаете, то, скорее всего, у вас совершенно свои стили, совершенно своя верстка и наши блоки штатные, которые поставляются, они не будут работать в этом дизайне. На самом деле, их можно просто выкинуть с помощью config файла, где указываем, что, мол, данный шаблон может работать только с нашими блоками. И, по сути, мы получим на выходе то есть нашу верстку и сугубо наши блоки. Причем это ограничение будет работать только для какого-то конкретного маленького сайта в вашем бус. Итого, мы имеем свои блоки, свои шрифты, свои иконки. Ну, это если пожелаем, например, подключить какой-то свой иконочный шрифт только для одного сайта. расширение редактора своими стилями, то есть, например, какой-то контрол изменения дизайна. То есть, если он не подходит нашей палитре, нашей бегунки, то вы можете сделать все свое. В итоге это все есть. Слева D7, коробка, справа REST. И, по сути, у меня все. Вопросики? Да, вопросы. Антон, спасибо большое. Просто поднимайте руки. Два вопроса из приложения есть. Первый. Будет ли функционал умных фильтров для свойств товаров, элементов списка, которые выводятся в динамический блок? Функционал. То есть, имеется в виду, что… Пардон, умные фильтры сделаешь? Скорее всего, тут имеется в виду, что… На кого смотреть? Давай на тебя вот смотреть. На меня, я боюсь, чтобы сейчас не закричал. Ты просто озвучил? Как будто бы ты. Да. Как я понял, тут хотят закрыть кейс, что мы хотим, например, вывести товары по определенному свойству, ну, не знаю, красные платья какие-то. То есть, вот в этом источнике. Да, такая возможность, естественно, будет. Сейчас, по-моему, фильтры есть по таким чисто банальным полям. Это категория, название и так далее. Естественно, он будет расширяться. Вот еще тебе один вопрос, тоже из приложения. У товаров и универсальных списков есть настраиваемые поля. Как будут подключаться эти поля к динамическим блокам? Можно ли будет как-то настроить их внешний вид, разделить по группам, привязать к группе свойств определенной категории товаров? Это очень разветвленный вопрос. на самом деле, нет, ну, пока мы, запуск точно будет по принципу, грубо говоря, что вижу, то и получу. То есть, грубо говоря, если это строка какая-то, ну, и мы указали вывод строки, то она и будет выводиться. Если эта строка подразумевает какое-то хитрое обрамление, но пользовательское, то пока я затрудняюсь сказать, как тебя это поведет. То есть мы сейчас идем по основным, по основным, так сказать, фильтрам, то есть по нашим элементам. Типовым свойствам, типовым спискам и так далее. Есть один вопрос из зала. Пожалуйста. А, это были ваши вопросы. Вот так вот. Еще вопросы давайте. У меня есть еще буквально. Давай я пока, наверное, идусь еще. Есть еще вопросы из зала? Вот смотри, ты же про другие источники, кроме живоленты и каталога, рассказал, да? Планируется? Да. Ну, планируется силами разработчиков, если не захотят, в коробке. Ну, я показал возможность, что это можно сделать. То есть пока мы, кроме этого, кроме озвученных четырех, не планируем. Еще есть время на вопросы. Если есть вопросы, давайте кто-нибудь руку поднимите, пожалуйста. Итог. Два вопроса. Молча есть. Извините, я точно не в курсе, а в облаке шаблоны свои могут делать? Шаблоны сайта? Да. С самим блоками. Лично мне хотелось бы. Нельзя? Пока нет. Пока есть технические нюансы, мы их не решили еще. Ага. Но вообще так хотелось бы, конечно. Окей. Видимо, все. А можно ли будет делать динамические заголовки хотя бы на первом экране по UTM-метке, чтобы они поставили подмену самого заголовка? Вопрос понял, но задумался с ответом. Пока такой возможности точно нет. Вообще ходили мысли, но мы не сочли ее прямо сейчас такой горячей задачей. Но в любом случае у нас фича такая есть, записана нет. Думаю, будем над ними. Еще вопросик. Свой скрипт клиентский имеется в виду, JavaScript. Не, ну это, конечно. Слушай, а ты что-нибудь про перенос сайтов скажешь? Так, а что говорить? Ну будет такая возможность. То есть скачать. Когда? Вставить. В течение апреля. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет возможность создавать сайты динамические. То есть вот у нас есть с вами шаблон и сделать некий инфоблок, где указывался некий набор переменных, который бы на лету динамически создавал сайты. И для каждого этого набора создавать условия отображения того или иного сайта. То есть пойти дальше, сделать не только динамический контент в инфоблок, а сделать сами динамические сайты, чтобы они верстались на лету. Ну, например, для создания региональной сети сайтов. То есть под каждый регион создать свой уникальный сайт. А это не с прошлой партнерки вопрос? Нет, с прошлой партнерки был вопрос именно про динамический блог. Спасибо, что сделали. Ну, затрудняю сказать. Вы, возможно, потом подойдете, просто подробнее поясните. Я просто боюсь не на то ответить. Сомневаюсь правильно, понял или нет. Спасибо. Вот здесь еще просят показать еще раз QR-ную документацию. Коллеги, мы вам вышли потом прям презентацию. Мы сейчас уже не будем переключаться. Я думаю, что пойдем дальше. Антон, спасибо тебе большое. Аплодисменты Антону. И... И... Аплодисменты Антон. Продолжение следует...